Всем привет! Ну что, друзья, очередной непростой год подходит к завершению. Я, правда, так и не смог вспомнить, а когда же у нас год был простой, но такая жизнь. И сегодня я бы хотел коснуться своего главного ожидания от наступающего 22 года в плане крыльководства. Я очень давно жду каких-то позитивных изменений в плане средств защиты здоровья наших ушастиков. И вот в уходящем году появилась информация, что, возможно, мы вскоре перестанем быть совершенно безоружными перед такой серьезной угрозой, как пастерилез. Кто не представляет, что это? Счастливчики. Ну или просто люди, которые не сильно интересуются, от чего могут подохнуть их животные. Но прогрессивные крыльководы, которые, разумеется, смотрят канал Фермер-одиночка, прекрасно осведомлены об опасности и о мерах борьбы с этим коварным убийцей. И главная проблема в России, в этой области, на мой взгляд, это отсутствие вакцины от пастерилеза кроликов у нас. И причем уже много лет эта проблема существует. Но почему сложилась такая ситуация, это уже, наверное, не так важно. Дело прошлое. Теоретически вы и сейчас можете найти в интернете упоминание о каких-то наших вакцинах от пастерилеза. Та же формула вакцина против пастерилеза кроликов, старые публикации про Рыбивак-П, ну а также о вакцине чешского производства Пазарин-Оль. Казалось бы, в чем проблема? А проблема в том, что в России их не купить. Их просто нет. Формула вакцина против пастерилеза кроликов Армавирской фабрики, она была снята с регистрации. Вакцина Рыбивак-П также имела проблемы с этим. Та же чешская вакцина, которой пользуется вся Европа, она доступна только в Украине, из постсоветского пространства. Она мне доступна, так как она не зарегистрирована на территории Таможенного Союза. И все бы ничего, если бы у нас было чем ее заменить. Но нам реально нечем защищать своих кроликов от пастерилеза, превентивно, заранее. Ну, то есть у нас антибиотики постфактум. Вот это по-нашему. И мы, конечно же, можем до хрипоты, до драки рассказывать друг другу о необходимости гигиены, вентиляции и дезинфекции, как мер предосторожности в плане профилактики всяких инфекционных заболеваний. Но для всех, кто серьезно занимается кролиководством, очевидно, что единственным действенным вариантом снизить риски и возможные потери это вакцинация кроликов. Что там говорить? Некоторые любители от безысходности начинают колоть своим кроликам сыворотку от пастерилеза для крупного рогатого скота. Причем ошибочно называя ее вакциной. Ну, а чем сыворотка от вакцины отличается, знаете? Вакцина содержит пришибленный, инактивированный вариант возбудителя. Ну, по сути, тот же вирус или его часть. Что вызывает у организма активную реакцию и выработку своих собственных антител. А сыворотка – это готовые антитела из кровяной сыворотки, перенесших болезнь животных. Что позволяет заболевшему организму воспользоваться чужими донорскими антителами. Ну, когда нет времени на более долгий иммунный ответ. А теперь вопрос, откуда взялась уверенность, что сыворотка из крови КРС должна помогать зайцеобразным. Изготовление таких препаратов регламентируется и проходит испытания для определенных видов животных. Иначе бы существовал один препарат и для человека, и для КРС, и для свиней, и для птицы, и для кроликов, неважно. Но так не происходит. Это просто любители начали применять все, что не попадя, где увидели слово пастерилез. Я не понаслышке знаю об этой проблеме, и популярная серия моих видео про пастерилез как раз, и про методы борьбы, иллюстрирует все этапы. В том числе я использовал и сыворотку для КРС от пастерилеза. Ну что поделать, хватаешься за соломинку в такой ситуации. И я могу ответственно заявить, что моим заболевшим кроликам эта сыворотка не помогала совсем. Никакого влияния ни на течение болезни, ни на смертность не было. У меня было достаточно животных, чтобы подвести статистику по разным группам. И ни рекомендуемая, ни двойная, ни тройная дозы сыворотки не имели влияния на борьбу с болезнью. Ну а значит вся надежда у нас остается на вакцину, которой у нас нет. Но в этом году прошла информация, что в Федеральном центре охраны здоровья животных разработали ассоциированную вакцину против миксоматоза, пастерилеза и вирусной геморрагической болезни кроликов. Первого-второго типа. Ну то есть решили заваншотить сразу три самых опасных болезни кроликов. И я целиком приветствую эту идею, так как сам пользуюсь только ассоциированными двухвалентными вакцинами против миксоматоза и ВГБК. А если одним уколом мы еще и от пастерилеза сможем защищаться, ну да это праздник какой-то. А у кролиководов их не так много. Но это реальное облегчение, если нам дадут действительно эффективное средство защиты. На текущий момент я знаю, что вот эта новая вакцина, она прошла до клинических испытаний и показала себя весьма неплохо. Ну а значит есть надежда, что после уже клинических испытаний на больших группах животных и оформления всех формальностей у нас в настоящем году мы сможем видеть эту вакцину уже в аптеках и применять их для своих кроликов. И эта вакцина, я надеюсь, защитит наших животных от трех самых страшных и смертельных заболеваний, включая пастерилез. Так что не вешать нос, кролиководы, следим за новостями, подписываемся на канал, а после официального запуска вакцины одолеваем свои ветеринарные аптеки, требуя закупить новый продукт. Опыт показывает, что они не торопятся это делать, ибо им все равно. Им главное распродать то, что у них уже на складах. Так было с модификацией ассоциированной вакцины, когда на производстве ее частникам было не купить, так как работали они только с юрлицами или ИП. Ну а аптеки не торопились закупать новый продукт, так как на полках стояла старая, не защищающая от ВГБК второго типа вакцина. Я рассказывал об этом пару лет назад. Так что делитесь мыслями, делитесь новостями в комментариях. Всем пока, до новых встреч на канале Фермер-Одиночка. Фермер-Одиночка. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...